МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А пара – красавец-мужчина и очень симпатичная девушка. Даже не просто симпатичная, а красавица. Встречайте олимпийские чемпионы Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что приехали. Мы знаем, что у вас очень напряженный график. Вчера прилетели из тура, послезавтра уже опять снова выступление. Как сейчас, что тяжелее, все-таки быть любителями или профессионалами в таком графике? Ну, наверное, когда мы были любителями, очень сложно было психологически, а сейчас, скажем так, тяжелее физически, потому что очень много сил уходит на передвижение и поздние выступления, ранние какие-то рейсы. И, в общем, здоровья, здоровья требуется очень-очень много. Татьяна, в каких сейчас соревнованиях или шоу-программах участвуете? И что сейчас занимает ваше время? Ну, в данный момент начался тур, называется «Нудельниковый период». Это продолжение проекта Первого канала. Вот мы уже сделали первые два шоу в Риге. И вот послезавтра улетаем дальше и дальше и дальше покорять свою любимую страну и не только. Вот какой насыщенный график у наших гостей. Тем более, спасибо большое, что вы нашли время и нас посетили. Уважаемые телезрители, в прямом эфире в течение часа Татьяна и Максим готовы будут ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните 933-3848, а пока вы дозваниваетесь, мы посмотрим досье на наших гостей. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Олимпийские чемпионы в парном фигурном катании. Ladies first. Так что начнем с Татьяны. Татьяна Татьмянина родилась 2 ноября 1981 года в городе Пермь. В пять лет встала на коньки, свои первые шаги на льду делала в одиночном катании. Выпускница Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры имени Резгофта. В 1996 году Татьяна попала в группу известного тренера Натальи Павловой. Туда же пришел и Максим. Максим Маринин родился 23 марта 1977 года в Волгограде, где и встал на коньки в 7 лет. Переехав в Санкт-Петербург, поступил и закончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени Резгофта. С 1996 года Таня и Максим стали кататься в паре под руководством Натальи Павловой. В 2001 году Татьяна и Максим стали серебряными призерами чемпионата Европы. Однако амбициозным фигуристам хотелось большего. Для этого они переехали в Чикаго коллегу Васильеву, олимпийскому чемпиону 1984 года в парном катании. В результате совместной работы Татьяна и Максим стали двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами России, пятикратными чемпионами Европы. И это еще не все. Главная победа Татьяны Татьмянина и Максима Маринина – золотая медаль на Олимпиаде в Турине. Наши герои за 10 лет совместной работы заслужили не только высочайшие оценки судей, но и любовь поклонников во всем мире. Татьяна и Максим – обладатели 39 медалей, 23 из которых – золотые. Вот такие у нас сегодня гости, замечательные. Да, ну вернемся назад. Потрясающие фотографии, мне кажется, нашли. Если с Таней вроде все понятно, в 5 лет встала на коньки, то с Максимом какие-то разницы. Вот уже в личной беседе мы узнали, что все-таки не в 7, а в 4 года. Ну в 4 года, это скажем, я так, я просто встал на коньки. Вот, школы как таковой в Волгограде, где я начинал кататься, не существовало. То есть с 84 года, то есть когда мне было 7 лет, я уже начал заниматься в школе фигурного катания. И это уже было такое, ну скажем так, серьезно уже. Не было такого желания все-таки хоккеем заняться сразу? А почему фигурное катание? Ну в принципе для всех фигуристов это банальная история. В детстве болел простудными заболеваниями очень часто. Ну поскольку я родился весной, в марте, со здоровьем как-то было так не очень. Ну действительно, болел часто. И сложилась такая ситуация, что открылась школа фигурного катания в Волгограде. Родители увидели объявление в газете и решили меня отдать туда. А почему фигурное катание, а не хоккей? Дело в том, что просто в Волгограде такой серьезной команды как таковой не было. То есть хоккея в принципе в Волгограде не было. То есть был футбол, но хоккея не было. Проходили различные турниры в виде золотой шайбы, но какой-то такой определенной работы с детьми или с командой не велось. Татьяна, а почему у вас фигурное катание, а не балет или не гимнастика? Ну это все попытки были и балет, и гимнастика. Но почему именно фигурное катание? У меня у самой мамы когда-то занималась фигурным катанием. Но это было не настолько серьезно. Так во дворе, площадка. И в дальнейшем, видимо, ей очень как бы нравился этот вид спорта. И свои нереализованные мечты она вложила в меня. И к счастью, я ее не подвела, скажем так. Потому что моя мама, вот именно моя мама, она вложила как бы душу и сердце. Ну в общем, как говорится, вложила все в своего ребенка, который не мог ее подвести. И к счастью, у меня получилось. И я ей очень за это благодарна. Насколько я знаю, ваша мама является еще и крестной мамой Максима. И она очень сильно повлияла вообще на ваш успех, на то, кем вы в итоге стали. Ну в общем, да. Потому что в моей семье есть еще один человек, брат у меня есть. И мама, скажем так, не могла разорваться на переезды, да, на двоих. То есть три мужчины в семье. И я просто пошел своей дорогой. Ну, скажем так, появились определенные возможности, появился шанс определенный. И я принял решение уехать из дома и, скажем так, пойти своим путем. Ну и на вашем пути постречалась Таня, да еще и с мамой. Да? То есть так получается? Ну, не сразу, но повстречалась. И это была, скажем так, знаковая встреча. И Танина мама сыграла очень серьезную роль в нашей карьере. То есть она заменила мне мою маму на какое-то время. Ну, если я не ошибаюсь, эта встреча произошла в 96-м году в Санкт-Петербурге, да, в группе Натальи Павловой. Там мы познакомились, да, насколько я понимаю? Да, это случилось в январе 96-го года. Уже 12 лет назад так давно. А Максим тогда страдал в одиночестве от нехватки партнерш, так как он уже пробовал кататься с девочками, но не складывалось. А у меня был период, мне было 14 лет, и был такой момент, как бы решалось, либо я остаюсь в фигурном катании, либо же я иду учиться и забываю про этот вид спорта. И вот я приехала на чемпионат России в одиночном катании, именно одна, пытаться, пытать свое счастье в последний раз. И Наталья Павлова, наш первый тренер в парном катании, тогда искала партнершу Максиму и подошла с таким предложением, что, Таня, не хочешь попробовать в Санкт-Петербург? Ну, было немного, конечно, страшновато ехать куда-то, но, к счастью, меня поддержала мама, то есть поехала сразу со мной, сказала, мы попробуем, но не получится, мы домой вернемся всегда, и пойдешь ты учиться, и, я не знаю, пробовать что-то еще другое. Но, к счастью, к счастью, к счастью, у нас все сложилось, и так все удачно. Давайте вспомним ваш первый чемпионат Европы, 2001 год, Братислава, второе место заняли. Это вот, вот как для вас было, это только второе место или все-таки успех, большой успех? Я думаю, что это был для нас успех, это было для нас не второе место, это была победа именно над самими собой. Да, давайте посмотрим, как раз у нас есть кадры. Да, и продолжай. И потому что в тот момент все говорили, да, перспективная пара, которая делает сложный элемент, но нет стиля, нет изюминки. Вот, и когда мы все-таки на уже таком высоком уровне показали то, что мы способны бороться с лидерами мирового фигурного катания, то есть это для нас было, что поверить как бы в себя, что да, мы тоже можем на что-то претендовать. Но в тот момент мы просто хотели расти, и наверняка у вас есть следующий вопрос по поводу перехода. И вот именно вот тот чемпионат Европы для нас стал как бы решающим, что мы для себя решили, что мы хотим расти дальше. Но, к сожалению, Наталья Павлова, то есть она нас воспринимала как детей, которые мы начали кататься у нее. И, наверное, где-то контролировала нас больше, чем мы могли. То есть мы, может, хотели попробовать что-то новое, что-то элементы, там, я не знаю, музыка, программы. Но человек контролировал на 100% и не понимал, что из детей мы превращаемся в взрослых людей, которые имеют свое мнение на вещи. И вот в тот момент именно созрело такое желание перейти куда-то и расти дальше. То есть это именно и стало причиной, в общем-то, смены тренера, да? В общем, да. То есть такое несогласие отцов и детей. Ну да, понятно, конфликт. А что вот на самом деле там произошло? Потому что пресса писала разное там и о каких-то конфликтах серьезных с Павловой. Вот как разошлись? По-доброму? Ну, разошлись, в принципе, я не могу сказать, что по-доброму. То есть это все было так на эмоциях, на каких-то повышенных тонах. Ну, вообще с Натальей Евгеньевной мы все люди непростые. Но как-то самая главная, наверное, причина, то, что в последнее время у нас не было именно понимания. И понимание, не знаю, мне кажется, то, что я лично чувствовал, то есть было такое восприятие, что когда ты приезжаешь из ниоткуда, человек, да, он тебе помог, он очень много для тебя сделал, но ты все время чувствуешь, что ты, что человеку как бы обязан, и она тоже это показывает, что, скажем, если я хочу что-то сказать, или я чувствую так, или я что-то могу сделать так, как я чувствую, у меня нет возможности. То есть была такая позиция, ну, как мне кажется, что вот я вас тренирую, я тренер, я лучше знаю, а вы, ребята. И не было как бы вот именно до определенного момента это все работало. То есть рост определенный был, но наступил какой-то момент, что просто не было уже взаимопонимания. Когда мы выходили на лед, я не чувствовал, что мы команда. То есть человек остается за бортом, но он уже, но он с тобой как бы не участвует именно эмоционально, он не включается. И если происходили какие-то там, ну, скажем, срывы или ошибки, то все это списывалось, скажем так, на спортсмена. Человек за, скажем, себя не нес какую-то ответственность. Но это наша общая работа, и каждый ответственен за свою часть. А получилось так, что я начальник-то дурак. Ну, поэтому не было уже такого контакта, который мог бы, позволял бы расти дальше и развиваться. Просто, к сожалению, я думаю, что вот у нас нет такой системы, как в балете. То есть есть определенные учителя, да, которые ведут начальные классы, средние, кто уже выпускает балетных уже, блин, ну, не знаю, как... Готовых специалистов, да? Готовых специалистов, да, которые уже танцуют в театре. А у нас есть так вот, тренер берет с маленького и старается довести до уже вершины. К сожалению, не все это могут, и многие специалисты, они этого, ну, не хотят принять. Не хотят принять, потому что... То есть, что есть детский тренер, а есть тренер уже для профессионалов. Да, то есть каждый старается довести спортсмена как можно дальше, но иногда тем самым он не дает вот этому таланту до конца пробиться, потому что, ну, я не знаю, вот, наверное, единственный случай – это Ирина Слуцкая, которая вот с самого маленького и до последних соревнований оставалась у одного тренера. То есть, все равно есть люди, которые ставят детей, совмещают там в пары или же там, я не знаю, передают какие-то свои другие знания, и которые уже вот шлифуют до конца и доводят до золота. Ну, и что же в итоге? Вы поехали в Чикаго к Олегу Васильеву, и там уже как на равных строили все взаимоотношения, уже не было такого давления. И вообще вот разница тренер-женщина, тренер-мужчина. Есть в этом разница? Ну, во-первых, во-первых, отношения, скажем так, мы попали в определенные такие очень жесткие рамки. Именно мы приехали без языка, без каких-то там особых средств. А Аня, Олег для нас был всем, то есть он человек, который устраивал там нашу жизнь. То есть он нес полную ответственность, скажем так, за нас, хотя, в принципе, мы уже на тот момент были взрослые люди. Но он понимал, что он делает, то есть он берет нас, и он несет за нас как бы ответственность в том плане, что если я вас взял, значит, я вижу вас что-то, то есть я знаю, что я делаю. И это нас как бы подкупало, и он был и остается очень требовательным к себе человеком, ну и, соответственно, очень требовательным к тем людям, с кем он работает. Это выдерживают немногие, это очень тяжело, могу сразу сказать. Вот. И, в принципе, нам очень многому тоже пришлось с ним учиться. Но именно с ним мы уже начали учиться, именно как бы, как работать на результат. То есть не упускалось ничего из вида, то есть любые мелочи, все имело значение, и в этом, наверное, было как бы существенное отличие, ну, скажем так, работы с Натальей Евгеньевной и потом уже с Олегом. Я напомню, что наш телефон в студии 9333848. Задавайте свои вопросы, звоните. У нас в студии сегодня олимпийские чемпионы Максим Маринин и Татьяна Татмянина. Татьяна, как вообще возник этот вариант с Чикаго? То есть известно, что были и другие возможности продолжения. Можно было остаться в России с другим тренером. Почему именно уехали в Чикаго, коллегу? Что манила заграничная жизнь? Мы не ехали в Чикаго, мы переходили к тренеру. К сожалению, на тот момент, естественно, первое, как бы, желание было перейти к Тамаре Николаевне Москвиной. Мы видели, как человек работает, и что если ты идешь по стопам и как бы следуешь ее советам, то ты в дальнейшем становишься чемпионом. То есть для нас это было нормально, работать на 100% каждый день и выполнять все, что говорит тренер. То есть, ну, к сожалению, в тот момент это было уже за два года, по-моему, да, до Олимпиады? А, за год до Олимпиады. Вот. И у нее, ну, не было возможности взять нас и поставить под угрозу, скажем так, золотую медаль Елены с Антоном. Поэтому мы, конечно, тогда немножко были потеряны, что она нас не взяла, но, к счастью, у нее появился такой вариант, что Олег приехал поздравить Тамару Николаевну с Новым годом, и она говорит, Олег, у меня вот есть предложение к тебе, хочешь, позвони ребятам, согласятся, буду с тобой работать. Вот. И то есть, ну, вот так вот получилось. Все случилось под Новый год, на самом деле, да? Да, под Новый год, и, скажем так, это, наверное, просто такое счастливое стечение обстоятельств, которое помогло нам с Максимом в дальнейшем. У нас есть звонок, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Или вечер. Скажите, пожалуйста, Татьяна Максимова, вот, если, допустим, взять, допустим, ваши первые успехи, да? После этого у вас не возникло желание, допустим, продолжить это дальше, чтобы после вас не оставалась пустота, ну, в нашем фигурном катании хотя бы, да? Ну, и второй вопрос. Вам не кажется, что наша федерация маленько как-то влияет на отбор спортсменов, которые, в принципе, как бы еще не готовы, чтобы участвовать в серьезных соревнованиях? Спасибо вам большое за вопрос. Ну, я не знаю, федерация, в принципе, никого не отбирает, это идет чемпионат России перед основными соревнованиями, и уже ребята, которые борются за участие в чемпионате Европы, чемпионате мира, вот, они уже сами себе, как бы, завоевывают место под солнцем, никто никого никуда не отправляет. И то, что мы ушли, и, как все говорят, оставили страну без претендентов на медали, это не так, потому что у нас был определенный, скажем так, срок, который мы отрабатывали и зарабатывали себе какие-то баллы, очки для получения золотой олимпийской медали. Мы это получили, и мы вправе были взять отпуск, скажем, год-два и не выступать на соревнованиях. Но у нас возникло желание в конце прошлого сезона, скажем так, вернуться. И мы пришли к Валентину Николаевичу Песееву в кабинет, на беседу. Первый вопрос был, ну что, ребят, программу подготовили, и нас немного шокировал этот вопрос тем, что, в принципе, мы для страны, для себя завоевали все, что только было возможно. И когда мы пришли, мы, как бы, подразумевали то, что нам предложат какие-то определенные условия, так как мы идем, возвращаемся, было желание вернуться в спорт. Это, естественно, принося какой-то ущерб, в первую очередь, здоровью. Потому что большой спорт – это не физкультура, это не зарядка. Для того, чтобы им заниматься, нужны какие-то финансовые поддержки и какие-то гарантии. То есть у нас было предложение высказано, но нам сказали, а где вы видели такие цифры? То есть это предложение в десятки раз меньше, чем сейчас получают футболисты или хоккеисты, играющие там, я не знаю, в средней какой-нибудь лиге, которые не завоевывают даже звание чемпионов России. То есть банально все уперлось в деньги, да? Просто еще хотелось бы немножко с другой стороны ответить на этот вопрос. Дело в том, что лично я чувствовал, что Олимпийские игры – это мой пик. То есть когда тебе уже 30 лет, и, в общем, ты понимаешь, что вот сейчас ты делаешь свой самый лучший прокат. Почему мы оставили? Потому что мы люди ответственные, и, скажем так, выходить в звании чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр на соревнованиях, кататься хуже того уровня, который ты показал, мы просто не имеем морального права. Поэтому, зная и видя, и чувствуя тот путь, который мы прошли, снова все вот это забыть и снова вернуться в это, и снова заниматься вот рутиной каждодневной, просто не было ни физических, ни моральных сил. Именно мы разумом, мы понимали, что мы не дойдем еще 4 года до следующей Олимпиады, ну просто мы физически, либо это будет травма какая-то, либо, ну не знаю, что-то другое. Либо нас обойдут, скажем там, за год или за два до Олимпийских игр. И поэтому было принято такое решение. А что касается Федерации, ну, к сожалению, сложилась такая ситуация, что мы себя считаем еще воспитанниками советской школы. То есть мы очень много застали всего того, когда это все было бесплатно. Вот, и в этом, наверное, наш, ну, какой-то плюс. И реализовать все те возможности, которые в нас были заложены тогда, мы смогли, когда уже появилось новое государство, не Советский Союз, а Россия, когда, потому что в Советском Союзе была такая высокая конкуренция, что, ну, побеждали действительно лучшие из лучших. И возможности реализоваться там, условно говоря, там девочки из Перми и мальчику из Волгограда не было. А сейчас такая ситуация сложилась, что с развалом государства каждый пустился в вольные хлеба, каждый начал зарабатывать так, как он может. Вот, и воспитанием поколений просто, ну, никто не занимался, потому что это неблагодарная работа была. И в какой-то степени сейчас остается. Вот, сейчас, конечно, ситуация получше, но сейчас только начинается период становления именно, как бы, российского. И то, что мы делаем сейчас после Олимпийских игр, и я считаю, что мы в какой-то степени популяризируем, в большей степени, наш вид спорта. И то, что открываются какие-то спортивные сооружения, катки, приходят люди и смотрят шоу ледовое, видят, как это зрелищно, как это красиво. Появляется желание заниматься фигурным катанием. Я думаю, что к Сочи появятся обязательно молодые ребята, подготовленные. Поэтому вот такой вот полный... То есть, все наши сказанные можно подытожить тем, что вы уже остались в профессионалах, и в любителей уже больше не собираетесь возвращаться. То есть, можно считать, что это отказ вот сейчас официальный? Но мы не получили никакого статуса профессионалов, мы еще не сделали официального заявления, что мы оставляем любителей, переходим в профессионалы, поэтому вот именно сегодня мы, естественно, не будем делать никаких официальных заявлений. Просто к чему я подняла тему финансовую, мы знаем, как это тяжело и как это сложно отказаться снова от всего, и вот внедриться опять в эту атмосферу, тренировка, дом, дом, тренировка, никуда лишний раз не пойти, ничего лишнего не сделать, только все ради результата. И просто у нас, к счастью, после Олимпиады, завоевав звание олимпийских чемпионов, у нас появилась возможность участвовать в проектах телевизионных, выступать в каких-то различных шоу, и просто зарабатывать деньги для себя, для семьи. То есть мы не хотели никаких миллионов, мы просто хотели получить какую-то финансовую гарантию на поддержание своего уровня профессионального. Вот на тот период, когда будете готовиться к победе. То есть мы готовимся, и мы не должны думать, что мы зарабатываем на соревнованиях деньги, и мы должны завтра на эти деньги поставить программу, пошить костюмы, заплатить тренеру, хореографу, платить сборы, музыку, ну и так далее. Просто мы хотели, чтобы у нас это было все гарантировано. То есть мы идем и катаемся для страны, для себя, но с поддержкой государства. Но, впрочем, это вполне нормальное желание. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Желание. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вас приветствует Сергей из Москвы. Я хотел вас спросить, у вас есть какие-нибудь хобби, кроме фигурного катания? Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо, Сереж. Хобби какие-нибудь есть, кроме фигурного катания? Хобби. На хобби не остается времени. Да, для хобби нужно свободное время и какие-то средства. Со средствами, в принципе, сейчас более-менее нормально, со временем. Правда, плохо, поэтому... Ну, какие-то увлечения, не знаю, там, вот что-то есть, что пусть не настолько несравнимо с фигурным катанием, но все равно захватывает, вызывает какой-то интерес. Машины, не знаю, собирать марки, смотреть фильмы. Ну, что, наверное, у меня, если это можно считать хобби, я смотрю очень много фильмов и в последнее время достаточно много читаю. Вот это, если назвать хобби, тогда это мое хобби. Максим, ну или свободное время, как ты там проводишь? Какие-то предпочтения? Ну, свободное время, сейчас у меня появился ребенок, поэтому я все свое свободное время провожу с сыном. А вот, максимально все, что могу. Когда он подрастет, они заведут общие хобби. А когда он подрастет, он пойдет в фигурное катание? Не знаю, ребенка сейчас, сыну 4 месяца, мальчик растет живой, активный, поэтому, что, куда он пойдет, не знаю. Конечно, если энергии будет слишком много через край, то, естественно, его нужно будет куда-то пристраивать, так или иначе. Ну, а тебе бы хотелось, чтобы это было фигурное катание? Вот, с высоты пройденного пути. С точки зрения, скажем так, физического развития и воспитания, это отличный вид спорта. Да, вот. Профессионально, естественно, что все родители не очень бы хотели. Но, не знаю, главное, я считаю, как отец уже, это помочь ему найти свой путь. Именно в том, понять, в чем его способности, в чем есть его талант, и реализовать. Чтобы в каком-то деле, а я считаю, для мужчины это очень важно, чтобы он был лучший. Не важно, в каком, но... У нас есть звонок, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, ребята, мы вас очень любим. Татьяна, вы сменили свой имидж, вы были блондинка, сейчас вы так шикарно выглядите, с чем связаны ваши перемены? И, Максим, к вам вопрос. Ваша супруга балерина профессиональная, и хотелось бы узнать, какие вы ей даете советы? Ведь балет очень сильно похож на фигурное катание. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за комплимент, очень приятно. Могу сказать, что не всем мой новый имидж нравится. Большинство говорят, что блондинка мне была лучше, вот и Максим тоже все время мне об этом говорит. Ну, не знаю, была осень, депрессивное состояние. Вот, наверное, в связи с этим я и поменялась. Но, как видите, я обновляю свой имидж и возвращаюсь все-таки постепенно обратно. Поэтому меняюсь я. Ну, для женщины это нормально, да. Но, с другой стороны, может быть, поклонники так тоже влияют, нет? Поклонники? Не приоткроешь эту тему, занавес этой темы? Поклонники, вы имеете в виду мужской пол? Да, безусловно. Поклонники не могут повлиять на мое решение о смене имиджа, потому что главное, чтобы я сама себе нравилась, а остальное уже приложится. Все ясно. Ну, с советами, советы, конечно, давать дело невлагодарное. Вот, в принципе, Наталья человек талантливый и в какой-то степени самодостаточный. Вот, ну, если случается, как бы, давать советы, то в основном это как себя поберечь или если складывается какая-то ситуация, скажем так, когда она готовится к чему-то, ну, скажем, она, человек, готовится к спектаклю. То есть, я вижу, она там идет с открытой головой или спиной, или там, или ногами. То есть, я, как спортсмен, я понимаю, что если у тебя сегодня заболит спина, там, или, скажем, у тебя в ухо надует, как-то такие мелочи. Да ладно, да ладно. Мужские ревности. Нет. Ага, все я спина. Нет, ты элементарно просто не можешь, ты не сможешь, как бы, показать то, к чему ты готовился. То есть, в короткой юбке она не ходит у вас, да? Нет, почему? Ходит, но... В присутствии Максима. Когда тепло. Ты прямо, ты знаешь, такое впечатление, Я шучу. Как будто я из нее монашку делаю. Понятно. Жалко, что мы не можем у нее спросить, и на самом деле... Ну, нет, на самом деле, как бы, я могу высказать свое мнение, но не факт, что человек сделает именно так, как я говорю. И у нее всегда все равно на любое мое высказывание есть свое мнение. Просто как человек тактичный, она не высказывает это мне сразу в лоб, она так соглашается, но делает по-своему. То есть, она такой, очень гибкий человек. А как так получилось, что вчера на премьере, которая состоялась уже после долгого такого перерыва, у жены был спектакль, и вы не смотрели этот спектакль? Да, но... Дело в том, что... Я просто сразу сказал об этом, и что из-за того, что я очень редко вижу, сейчас редко вижу сына, я хочу остаться с ним. Просто. И как бы... Ребенок еще достаточно маленький для того, чтобы... Ну, не то, что он находился в обществе, потому что я знаю, что это такое. Все, когда видят маленького ребенка, у всех чувство умиления возникает, и каждому хочется его подойти, и погладить, и потрогать, а потом он руки в рот начинает целовать, а мама с папой потом бегут по больнице. То есть, ну, скажем так, если бы я привел туда своего ребенка, скажем, да, за кулисы, я понимаю, что я уже не могу сказать человеку, так, не трогай ты, не все руки, не прочь. То есть, если... Это уже как факт все. Дальше уже все идет по определенному сценарию. Поэтому мне просто не хотелось... Мне, я думаю еще, как бы, о его здоровье в какой-то степени. Потому что я знаю, как это все происходит, и я думаю, что Наталья на меня не в обиде. Что ж, вот вам образ современного семьянина. Заботливый муж и заботливый отец Максим Марин. А у нас сейчас реклама.